ну что всем еще раз добрый вечер и у нас с вами сегодня начинается разговор про книгу джералда даррелла моя семья и другие звери кто-нибудь начал читать или читал уже кто-то или начал читать или мы рассказываем или вообще как что-то даррелла все хорошо века я поняла даданя а ты я лично не читал эту книгу на самом деле я только успела дочитать это кто у меня сейчас лили айка да что ты хочешь сказать я его не читала но я про нее что-то слышала хорошо а насчет джералда даррелла услышал что он существует все слышали кто это такой у нас когда-то мы когда-то говорили про одну книгу даррелла но только она была детская совсем вот так что ну сегодня наверное не нету тех кто тогда был на занятии до давненько было давайте тогда немножечко сначала про джералда даррелла потому что человек реально дослуживает того чтобы про него поговорили но первую очередь нас семья даррелов сама по себе очень интересная благодаря джеральду дарреллу благодаря его старшему брату лысле который был писателем тоже значит что предшествовало этой истории которая описана в книге моя семья и другие звери их семья сначала жила в индии то есть англия была очень долгое время связано с индии потому что англия колонизировала индию и в индии находились люди которые вот там англичане которые там допустим чем-то управляли да но это отдельная история старший даррелл там в индии был инженером-строителем на самом деле и неплохо зарабатывал в индии было был климат который отличался от английского в лучшую сторону да то есть там намного теплее было не за насчет суши но теплее короче семья там жила ровно до тех пор пока отец не умер здесь оставил определенное состояние не очень большое но вполне существенное вот и семья после его смерти перебирается в англию откуда они в общем-то родом и где у них было были различные родственники про родственников вы еще потом почитаете если будете читать его книги дальше вот и вот именно в англии самый младший джеральд был младше в семье он отличался очень хорошей любознательностью живым умом и в общем-то был ребенком довольно развитым но как выяснилось он не может учиться в обычной школе потому что ему там скучно просто-напросто скучно вот он это был тот самый случай когда физическое невосприятие было вот этой системы школьной самой которая не всегда бывает конечно интересное в школе не всегда интересно в школе не всегда свободно особенно еще в те времена да еще и в англии да вот короче ни школа не была в восторге от джерри ни джерри не была в восторге от школы они были взаимно друг друга не полюбили вот вообще в принципе семья сама тоже не очень-то была в восторге от того что они попали в англию и это мы как раз в начале книги прочитаем вот это вот их самочувствие да их ощущение как в английском климате вот ларри даррел один из братьев именовал англию островом пудингов и утверждал что психически здоровый человек в англии более недели выжить не способен остальные члены семьи был были с ним единодушны и частенько подтверждали это дело практикой мама и сестра старшая джерри до марго впоследствии после уже греции это книга моя семья и другие звери это греция а дальше они уже жили во франции потом джерри взрослым возрасте тоже жил во франции но он помимо того что жил во франции он еще очень много путешествовал на самом деле и все это было связано с животными вот если один из братьев жил в кении кения да тоже теплая страна а ларри тот ездил вообще по всему свету но в англии он являлся не очень восторгивающим это фотография джерри джеральда в детстве как видите у него большая часть фотографий с животными в данном случае у него черепашки в каждой руке по черепашке да еще одно на коленях в 1935 году луиза мама джеральда решила переехать ну как решила насчет того как она это решала мы почитаем на греческий остров порфу последовало примеру старшего сына то есть в реальной биографии было все немножечко не так как в самой книге то есть дарл чуть-чуть где-то кого-то не упомянул во первых это его детские воспоминания получились да ребенок чего-то может не видеть чего-то может не помнить во первых во вторых ему нужно было не обо всем писать ничего о чем-то ему не хотелось писать допустим да но люди которые с ними встречались в этот период они все отмечали что семья шумная семья в этой семье все ощущали себя очень хорошо вот но было шумно весело и далеко не всегда был какой-то порядок то есть наоборот как правило был всюду царил такой творческий беспорядок попав в грецию джеральд окончательно определился с тем что ему интересно интересно ему оказалась природа животные насекомые в общем все все что было на корфу с избытком то есть там было на что посмотреть конечно вот стремление джерри превратить дом зверинец ни в коей мере не преувеличено что написано в книге то было да действительно он тащил домой все что мог найти до всех животных причем очень интересно что он их всех любил обожал для него не существовало противного животного или насекомого все его очаровывали за всеми он наблюдал довольно успешно выхаживал их если надо было тогда бахара что-то хоть и сказать а как это клига называется моя семья и другие интересное что мама вообще у них в семье была человеком который она мне напоминает периодически из муми тролли муми маму то есть всех накормить посочувствовать поддержать но как правило она никак не могла никаким образом как-то строго воспитывать то есть строго воспитания в доме вообще не было она была очень спокойной мягкой женщиной вот ну и на корфу джерри обучали не в школе ему пытались нанять репетиторов частных учителей с кем-то он него получалось заниматься с кем-то не очень один учитель который четко высчитал интерес мальчика к животным и все вплоть до математики у них основывалось на биологии то есть даже в задачах по математике джерри лучше всего считал количество животных да и насекомых вот в частности один из учителей был такой теодор тефанидес и теодор тефанидес в принципе остался другом джеральда на всю оставшуюся жизнь то есть у них отношения очень сложились вот ну и системного образования какого-то знаете как это школу закончил потом колледж закончил да джеральд в принципе его не получал но в дальнейшем он был почетным профессором нескольких университетов то есть образование он получал по ходу дела и то что ему нужно было вот такой вот подход и я бы не сказал что сильно плохой подход довольно удачно в данном случае 21 год он организовывает экспедицию на средства которые оставил отец в наследство каждого вот он отправляется в камеру на гаяну за животными исследовательские цели значит найти животных для зоопарков он сначала брал заказы от зоопарков на животных да заодно это была исследовательская работа но заработать он на этой экспедиции на этих экспедициях ничего не смог в итоге встал вопрос финансов да вот кстати вот в очередной раз с мартышкой а тогда старший его брат предлагает ему не хочешь ли ты чего-нибудь написать да и вот он начинает писать у него первый рассказ охота на волосатую лягушку он оказался удачным и дальше он пишет книгу вот об экспедиции в камеру которая называется перегруженный ковчег кстати отличная книга тоже очень интересная да айка я помню что я слушаю сказку про какую-то его книгу как он в африку ездил но я не помню название там очень много книг но на самом деле когда начинаешь читать дарла первую книгу читаешь и потом все книги ищешь которые вообще написала читаешь дальше дальше и дальше потому что это очень затягивает особенно если вам нравятся животные да вообще природа там во первых потрясающее описание да а во вторых у него очень хороший юмор то есть никогда не скучно читать а уж приключение у него было море просто вот дальше он уже экспедиции финансирует из своих книг а потом через какое-то время он начинает организовывать у него появляется идея организации собственного зоопарка по системе содержания животных естественной среде обитания то есть зоопарк максимально приближенный к реальной жизни животных для сохранения редких видов животных вот и для того чтобы люди могли видеть животных тоже вот таком естественном варианте то есть клетки ему никогда не нравились и в итоге существует зоопарк на острове джерси открыт он был 1959 году долгое время это было очень тяжелое предприятие достаточно убыточное но зоопарк существует зоопарк известен знаменит и туда люди ездят во всем вот и кстати этот зоопарк это было начало создание нескольких фондов сохранения диких животных которые до сих пор существуют то есть дарла не стало уже вот сколько-то лет мы не так уже сильно давно для меня скажем прямо да вот он очень хорошую долгую жизнь прожил очень много сделал вот а вот зоопарк существует до сих пор смотрите вон какая вот система видите вот такой таком колпаке посетители да сурикаты живут себе спокойно и могут посмотреть на посетителей да не за решетки вот так вот историка то на свободе посетителей немножечко нет зато очень интересно да так на животных посмотреть ну что ж давайте теперь займемся да начнем с книги книга моей семья и другие звери рассказывает именно о том как в детстве джерри попал на остров корку да и с чего это все начиналось почему они из англии в корку поехали да довольно неплохое начало ай что-то у меня мышь капризничает немножко тот день злость разбирала лари старшего брата со все нарастающей силой и вот наконец окинув комнату сердитым взглядом он решил атаковать маму как явную виновницу всех бед ну то есть нашел виноватого да и чего ради мы терпим этот проклятый климат спросил он неожиданно поворачиваясь к залитому дождем окну гляни вот туда и уж если на то пошло взгляни на нас марго раздулась как тарелка с распаренной кашей лесли слоняется по комнате заткнув каждое ухо по 14 сажений ваты но у него воспаление ушей было у лесли джерри говорит так будто он родился с волчьей пастью у джерри был постоянно заложенный нос насморк и так далее да и посмотри на себя с каждым днем ты выглядишь все кошмарнее мама бросила взгляд поверх огромного том под названием простые рецепты из рачпутаны но эта территория индии и возмутилась ничего подобного сказала она не спорь упорство лари стала выглядеть как самая настоящая прачка а дети твои напоминают серию иллюстрации из медицинской энциклопедии то есть вот он благотворный английский климат да ну если лари уже начинает да какую-то идею его проходит в голову то спасайся кто может у них такой лари был иди и активно очень солнце говорил лари снова приступая к делу солнце вот что нам нужно край где мы могли бы расти на свободе конечно мило это было бы славно соглашалась мама почти не слушая его сегодня утром я получил письмо джорджа он пишет что корфу восхитительный остров может быть стоит собрать вещички поехать греться конечно милый если тебе хочется неосторожно произнесла мама там где дело касалось лари мама обычно действовала большой осмотрительностью стараясь не связывать себя словом когда просил лари удивившись ее покладистости мама поняв свою тактическую ошибку осторожно опустила простые рецепты из рачпуттана попалась там мама мне кажется милой сказал она тебе лучше поехать сперва одному и все уладит потом ты напишешь мне если там будет хорошо мы все к тебе приедем лари посмотрел на нее испопеляющим взглядом то же самое ты говорила когда я предложил ехать в испании напомнила я просидел в севилье целых два месяца в ожидании вашего приезда а ты лишь писала мне длинные письма о питьевой воде и канализации словно я был секретарем муниципального совета или вроде того не это уж если ехать в грецию то только все вместе все преувеличиваешь лари жалобно сказала мама во всяком случае я не могу так вот сразу уехать надо что-то решить с этим домом решить господи но что тут решать продай его вот и все я не могу этого сделать милый ответила мама потрясенная подобно предложить не можешь почему не можешь но ведь я его только что купила вот и продай пока он еще не облупился не говори глупости милый об этом даже речи быть не может твердо заявила мама это было бы просто безумие и вот мы продали дом и как стоя перелетных ласточек унеслись на юг от хмурого английского лет честно говоря мне всегда была мечта с детства как я прочитала эту книгу это называется что-нибудь продать и куда-нибудь уехать где всегда лето но как минимум зимой это посещает мысли постоянно кто живет климате где есть зима по крайней мере хотя бы мокрая зима да наверное тоже понимает да вот эта мечта куда-нибудь где зимы нет вот ну и значит они поехали но на самом деле все было менее просто чем описывается в этой книге но хотя бы потому что когда они приехали выяснилось что у них деньги банк то ли заморозил счета то ли что такое они не могли с банковских счетов получить деньги и какое-то время а я видела сейчас прошла какое-то время они просто сидели в гостинице не могли оттуда съехать потому что не на что было снять дом я уже не знаю что там и в гостинице как оплачивали и питались принципе довольно подножным таким кормом но благо в греции едой проблем обычно нету в плане того что вокруг везде все цветет растет и зреет вот но не был период довольно такой сложный первое время операции вот но джерри как тут его не описывал да айка что-то хотел я хотел сказать еще про про то что хочется поехать место где всегда лето у меня наоборот мне хочется поехать место где всегда зима потому что у меня хочется играть со снегом а у нас в улице снег только ну буквально на неделю ну максимум на месяц но примерно на неделю выпадает и все и больше нет вот таким вот слоем да у нас последние годы несколько тоже выпадает снег вот вот буквально настолько но вот та грязь и слякоть которая холодно черное все вокруг грязь и слякоть это лучше снег в таком случае очень бы хотелось бы туда где зима не так сильно ощущается скажем прямо на мне в по жизни зимы хватило честно говоря по уши было ну ладно короче всегда хочется какой-то свободы мне еще очень нравилось у стругацких было сись но были книги братьев стругацких фантастов там описывалось такое будущее светлое наше будущее которое не знаю будет ли вообще вот там система допустим жилья и поиска работы у людей была такая что ты устаешь допустим от умственного труда вызываешь значит информаторий тогда еще компьютеров таких не было информаторий говори что я хотел бы какой-нибудь около моря океана там физическую работу несложную да вот есть допустим этот пастух китового стада подойдет подойдет значит дальше через кабину нуль транспортации ты быстренько перебираешься к этому океану и где-то месяц работаешь этим пастухом китов а жилье предоставляется в плане типа таких стандартных домиков комнат в любом месте то есть переезжай как хочешь дата меняй работу как хочешь по моему неплохо да вот и так они у нас собрались и поехали а дальше описывается у кого что было в чемодане и это характеризует по моему каждого члена семьи очень неплохо когда на таможне кстати хотелось бы посмотреть на лица таможенников и сейчас бы наверное семейство ударов не проехала с этими чемоданами никуда да на таможне мы открыли для досмотра свой багаж содержимое чемоданов со всей наглядностью продемонстрировала характер интересов каждого из нас пока шмарго например состоял из вороха прозрачной одежды трех книг советами как сохранить встроенную фигуру и целой батареи флаконов с какой-то жидкостью от прыщей чемодане в если оказалось два свитера пара трусов куда были завернуты два револьвера духовой пистолет книжка под названием будь сам себе оружейным мастером и большая бутыль смазочного масла который потекал и смотрите сейчас через таможне с пистолетами где бы где бы мы оказались на маме багаж был разумно поделен между одеждой и книгами по кулинарии и садоводство я то есть джерри взял собой в путешествие только то что могло скрасить длинную скучную дорогу 4 книги по зоологии сачок для бабочек собаку и банку из подворения набитую гусеницами которые в любой момент могли превратиться в куколок а дальше бабочки да и так полностью по нашим стандартам оснащенные мы покинули холодные берега англии дальше они попадают греции да и там немножечко другая страна немножечко другие обычаи нравы да первую очередь обставить их приезд парадной с грохотом шумом и как положено да с цыганскими песнями и плясками помог их пес пес у них во-первых никогда еще не ездил таких экипажах которые ездили в греции вот конце концов пришлось втаскивать его силой в экипаж потом под бешеный лайф тискиваться вслед за ним не давая ему выскочить из пролетки испуганная всей этой суетой лошадь рванулась с места и понеслась во всю прыть а мы свалились в кучу придавим забежавшего что есть мочи роджера хорошенькое начало проворчал лари я надеялся что у нас будет благородный величественный вид и вот как все обернулось выезжаем в город словно труппа средневековых акробатов ну цирк приехал да вот но что самое интересное что пока они ехали до гостиницы а за этой пролеткой за роджером смысле увязалась целая орава бездомных собак местных с каждой мили которую проезжала пролетка собак становилось все больше они значит лаяли на роджера роджер лаял на них короче у них была очень веселая поездка и когда они подъехали гостиница там уже было очень много собак вот а роджера пришлось на руках нести в эту гостиницу и хозяина гостиницы действительно встретила когда он вышел да он увидел услышал в первую очередь да то что подъехали даррелла потом он это все увидел собак удалось разогнать в итоге да остался один роджер короче въехали да приехали что интересно в то время как раз еще британия была вообще на очень высоком счету на очень высоком уровне с ней считались очень серьезно вот поэтому эту семью благородных англичан пустили в гостиницу несмотря ни на что да и они там жили какое-то время короче в греции как написано в этой книге принципе это правда греки каждого англичанина еще тогда воспринимали как лорда то есть такое было отношение в принципе сейчас и до сих пор существует вот в этих странах где новая зеландия австралия да и так далее если консульство будет допустим австралии то там будет написано что граждане с британским паспортом проходит без очереди если вы встретитесь когда-нибудь с этим вот я в свое время видела лично своими глазами вот так что ним конечно а тогда еще были какие-то годы начала где-то первая половина двадцатого века до тем более а потом они стали искать дом чтобы снять этот дом что нужно иметь в доме чтобы его снять для такой семьи как вы думаете ну что айка гигантский какой-то как минимум 20 комнат это было бы неплохо да учитывая то что к ним потом гости ездили особенно кларе и клей слева старшему да даня а ты что считаешь важным важен погодите что важно что должно быть в этом доме но явно в этом доме должно быть много много комнат и телевизоров боюсь что телевизор в то время еще не было так ага лили они искали ванну а вот лили точно знает что они искали да они правда искали дом достаточно чтобы народ весь поместился да ну им нужно был нужен был дом с ванной на что место реагировали с невероятным удивлением зачем доме ванна вообще жаркий климат в любом месте вот во море вот тут можно купаться что вообще-то ванна вообще да вот короче они сильно удивили все и довольно них в принципе они бы выкрутились конечно и привыкли но им еще повезло они встретили очень хорошего местного человека которого звали спира как он появился да когда даррелла семейство все даррелла хотела нанять извозчика но не понимая они ни одного слова по-гречески греческие извозчики не очень-то понимали английским и дарреллы уже отчаялись чтобы с ними объяснить и тут появляется этот спира перекрывая общий квал в воздухе прогремел низкий сильный раскатистый голос который мог быть у вулкана эй громохнул голос и сильно коверкая слова спросил по-английски почему вы не берете с собой человека который умеет говорить на вашем языке обернувшись мы увидели у обочины дороги старенький додж это машина такая нам американская а за рулем невысокого плотного человека с большущими руками и широким обветренным лицом он бросил хмурый взгляд из-под лихо надвинутой кепки открыл дверцу автомобиля выкатился на тротуар и поплыл в нашу сторону потом остановился и нахмурившись еще сильнее стал смотреть на примокших таксистов таксисты разошлись эспира значит единолично завладел семьей даррелла и повез их искать дом мы ищем дом твердо заявила мама в котором была бы ванна вы знаете такой дом его загорелое лицо забавно сморщилось в раздомье черные брови нахмурились ванна спросила вам нужна ванна все дома которые мы уже видели были без ванны ответила мама я знаю дом с ванной сказал наш новый знакомый только сомневаюсь подойдет ли он вам по размеру вы можете нас туда повезти спросила мама конечно могу садитесь машину все забрались в поместительный автомобиль а наш шофер уселся за руль и со страшным шумом включил мотор беспрерывно подавая оглушительный сигнал мы промчались по кривым улочкам на окраине города лавируя среди навьюченных ослов тележек деревенских женщин и бесчисленных собак это уже такой портрет окраины улочек гречи греции да такого спира хотелось бы всем на самом деле то есть я бы не отказалась от такого спира до такого проводника жизни который говорит да не волнуйтесь какие у вас проблемы сейчас мы сделаем все мы все организуем чем его так привлекла эта семья непонятно но он у них был буквально таким ангелом хранителем долгое время спира взялся за устройство всех наших дел как он объяснил от него будет гораздо больше проку потому что все тут его знают он постарается чтобы нас не надули не обманули то есть спира стал ездить с нами за покупками после целого часа невероятных усилий и громких споров ему в конце концов удавалось снизить цену какой-нибудь вещи драхмы на две что составляло примерно один пенс вы представляете да то есть мелочь совсем это конечно не деньги объясняла но все дело в принципе разумеется дело еще заключалось в том что он очень любил торговаться вообще на самом деле на греческом рынке это видимо было чем-то типа ритуала как ты не торгуешься да это же не интересно когда спира узнал что наши деньги еще не прибыли из англии он дал нам долг определенную сумму и взялся поговорить как следует с директором банка а его плохих организаторских способностях то что это вовсе не зависело от бедного директора не смущало его ни в малейшей степени спира оплатил наши счета в гостинице раздобыл подводу для перевозки багажа в розовый дом и доставил нас туда самих на своем автомобиле вместе с грудой продукта который он для нас закупил вот это я понимаю да такое гостеприимство которое очень бы помогло если представьте да что вы какой-то другой стране оказывается вы ничего там в принципе особо не знаете одного того чтобы британцы не хватает явно да для того чтобы все уладить а в таких странах как вот то время была греция не знаю сейчас может быть тоже что-то вот такое же там осталось да особенно если это деревне села где-то но там очень много значит то что ты знаешь кого-то из тех кто может тебе помочь да то есть там нету такой прям вот системы четкой и вот они здесь поселяются в этом доме дом им им очень нравится вот и дальше каждый начинает заниматься своими делами да если начинает писать книги свои сейчас за письменной машинкой периодически кричит почему мне не дают писать кто читал да там был эпизод когда лезли орал почему осла привязали у него под окном кто-то из местных привязал осла у него под окном осел периодически орам вот но если не пошел разбираться с местным если не пошел разбираться со словом если пошел высказывать претензии маме мне очень интересны такие как привычки да представьте да что вы будете все время со всеми своими проблемами предъявлять претензии маме допустим да а сами ничего с этим делать не будете вот ну а джерри пока предоставлен сам себе то есть школу ему ходить там пока не надо никуда не надо да и там и школу особо нету для джерри именно подходящий да все члены семьи в принципе заняты собою у каждого есть свои дела марго отправилась загорать и купаться вот джерри отправился расследовать из исследовать вокруг окружающий мир которого там намного больше чем в лондоне правильно давайте посмотрим так никто пауков не боится она у меня там картинки периодически будут но у меня не боюсь я боюсь только в реальности по картинкам не это хорошо так ну ладно вот например он нашел таких паучков я кстати про таких паучков тоже не знала я начала искать картинку выяснилось что они действительно есть паучки которые меняют цвет в зависимости от того на каком цветке сидят вот здесь вот он желтенький а видела я фиолетового в этом на фотографиях и то есть маленькие паучки краба могут наподобие хамелеона менять свою окраску возьмите паучка с красной розы где он сидел как коралловая бусинка поместите в прохладную глубину белой розы если паучок там останется они обычно остаются вы увидите как он постепенно бледнеет словно это перемена отнимает у него силы и вот дня через два он уже сидит среди белых лепестков совсем как жемчужинка сухой листве под оградой с фуксией жили паучки совершенно иного рода маленькие злые охотники ловкие свирепые как тигры сверкая на солнце глазами они разгуливали по своему отчине ну то есть по своему владению среди листвы останавливаясь по временам подтягиваясь моя семья там или там не знаю как называется моя семья и другие звери грубо говоря это биология точнее в которой там рассказывают про мальчика которому было скучно просто учиться в школе там или в университете поэтому его родители переехали там опять же либо в англи ему там стало неинтересно я не знаю и ему наняли собственно этих ну короче домашнее обучение ах вот что наша школа свободная и из-за этого так это нам рассказываешь или мировым ученым в нескольких университетах ясно ясно это слишком упрощенный вариант слишком упрощенный в общем да давайте его дела насчет этого выключаем звук тогда пока так там все переплетено там и история семьи интересные какие-то события которые происходили ну конечно номер один там конечно природа и открытия сделанные маленьким мальчиком и Дарреллу удалось во взрослом уже возрасте вспомнить какая у него была реакция как он это все узнавал и написать как вот именно открывалась вот эта природа маленькому мальчику на самом деле если бы это была просто история о природе вряд ли бы было столько читателей у Даррелла у его книги на самом деле там потрясающе смешные сценки истории из жизни когда он пишет про свои вот эти вот экспедиции вот экспедиция на приключения да adventure они в лесах Амазонки там и так далее да он пишет о своих экспедициях там тоже потрясающе четко описывается повадки животных как они этих животных находили там в этой природе как потом с этими животными было сложно потому что поймать это одно а доставить до зоопарка это животное живым и здоровым и выяснить что ест это животное каким образом за ним ухаживать за большинством животных даже неизвестно было каким образом за ними ухаживать и чем их кормить и он буквально методом подбора пока еще вот они находились в экспедиции подбирал питание наблюдал за ними он очень хорошо умеет наблюдать за животными и находить их выхаживать реально это талант потому что не всегда удается даже ну кошку знаю которую знаем вдоль и поперек не всегда удается да за ней ухаживать как положено вот и все это с таким юмором пишется даже когда вот его укусила змея ядовитая он описывает это уже настолько смешно что ну понятно что автор выжил потому что он уже пишет книжку да об этом но все равно я представляю как он это пережил да вот когда он понял что его довольно ядовитая змея цапнула а до ближайшей больницы и до ближайшей сыворотки противоядия еще надо добраться еще неизвестно когда берешься вот так что так вот это вот про пучков вот такие да вот видите какой он смешной да глазастый так я не знаю даже вот это вот натуральный паучок или нет или это игрушка заметив какую-нибудь присевшую погреться на солнышке муху паук замирал потом медленно прямо таки не превышая скорости рост гулинки начинал переставлять ноги незаметно поддвигаясь все ближе и ближе и прикрепляя по пути к поверхности листьев свою спасительную шелковую нить и вот оказавшись совсем близко охотник останавливался слегка шевелив ногами отыскивая опору понадежнее затем бросался вперед прямо на задремавшую муху и заключал ее в свои волосатые объятия ни одного раза я не видел чтобы жертва ушла от паучка если он заранее выбирал нужную позицию чтобы я так наблюдала за паучками у себя дома кстати у всех дома они живут полки да ну да ни у кого не живут живут полки живут да такие у меня у меня четко два вида живут эти такие тоненькие которые как это сикиножки называются или косиношки вот и обычные ну самые такие обычные домовые вот и они что-то как-то их многое не успеваешь с ними как-то разбираться вот но наблюдать за ними так как наблюдал за ними вот жертва я как-то не успеваю да айка ну у меня тоже точно такие же живот у меня просто однажды когда я была маленькая ну я от него спала и там был я проснулась и там был рядом такой большой паук вот ну по моим воспоминаниям он был вот такой но он конечно же был какой-нибудь вот такой но он был больше но я больше не встречал значит это просто как-то однажды забежал не вот я понимаю что вот странно где потеплее в той же Греции например да там могут пауки встречаться такие от которых лучше бы конечно куда-то подальше держаться да еще да тут была какая-то девочка и ее укусил ядовитый паук ну вот да там есть еще вот такие да у меня знакомые были на кубе там были такие пальмовые пауки они вообще размером там с ладонь но вот я тоже бы не хотела бы как-то вот встречаться близко да Вика да Вика а ну вот я покушать хочу можно камеру включить да конечно выключи камеру надо было ее включать только когда ну обязательно когда ходите на занятия потом пожалуйста конечно вот короче вот начинается описание вот этих вот природы но мы с вами углубляться дальше в описание природы очень сильно не будем да там буду брать для примера мы еще на следующем встрече я вам несколько таких веселых историй из их жизни на корфу подберу да мы их почитаем вот и может быть вы прочитаете книгу к этому времени хотя бы там половинку ли аудио книгу послушайте да кстати вы можете еще посмотреть фильм есть многосерийный фильм только не семья Дарлова а именно моя семья и другие звери смотрите семью Дарлова как-нибудь потом можно будет посмотреть вот и там действительно очень хорошие из пира и там там еще в целом очень неплохой получился фильм вот и природа там тоже конечно же описывалась меня еще поражает как он не боялся вообще никого у кого-нибудь вот живет я сейчас вам покажу такое зверюгу да называется уховертка вот у нее такой раздвоенный хвостик вот а это вот она откладывает яйца это уховертка да так вот маленький мальчик находит эту уховертку зависает над этой уховерткой смотрит как она значит находит ее гнездо они обычно вот там старом старых деревьях живут находит ее гнездо под корой наблюдает как она откладывает яйца потом восхищается точенными прекрасными маленькими уховерточками вот Короче, я этих уховёрток вижу, когда мне нехорошо становится. Он ими восхищается просто, да? Вот. Потом вот надо будет взять историю эту со скорпионом. Скорпионов не боится таскать с собой, да? То есть у меня такое ощущение, что он никогда ничего не боялся в жизни, да? Из животного мира. Как он дожил до глубокой старости вообще непонятно, да? То есть это очень загадочная вещь такая. Ну давайте ещё вот про черепашку Ахиллеса, которую ему подарили. Ну продали в принципе, да? Не задорого. Прочитаем последнее, да? Черепашке Ахиллесу очень нравилось, чтобы его кормили из рук. Мне никогда не доводилось видеть черепашку, которая вот так вот прям реагировала бы на людей. Он усаживался тогда словно принц на солнышке, а мы по очереди протягивали ему листья салата, одуванчика или кисточку винограда. Виноград он любил так же страстно, как Роджер. Роджер, если помните, собака. И соперничество между ними никогда не ослабевало. Ахиллес сидел обычно с полным ртом и потихоньку пережевывал виноградины, заливаясь соком. А Роджер лежал где-нибудь поблизости и, исходя с пленой, смотрел на него завистливыми глазами. Роджер тоже всегда честно выдавалась его доля, но, наверное, он все же считал, что на черепах не стоит изводить деликатесы. Если я переставал следить за ним, Роджер подмирался после кормежки к Ахиллесу и жадно слизывал с него виноградный сок. Оскорбленный такой бесцеремонностью, Ахиллес хватал Роджера за нос. А если тот продолжал лизать слишком настойчиво, с негодующим шипением прятался в свой панцирь и не показывался оттуда до тех пор, пока мы не уводили Роджера. А плюс к этому Ахиллес отзывался на зо, стоило позвать его два раза, и он откуда-нибудь прибегал. То есть, у кого черепашки вообще жили, ну, на даче, допустим, те, наверное, знают, как трудно потом черепашку обратно, если она куда-то утопала, зазвать или найти. То есть, далеко не каждая черепашка откликается на своё имя. Это, мне кажется, у них там такой дар. Лудовской был в семействе. Ну, например, когда Дарл уже ездил в экспедиции, в одночасье приезжает он домой в Лондон, по-моему, в Лондоне было дело. Мама его встречает и говорит, дорогой, хорошо, что ты приехал, я никак не могу накормить твоего пеликана. Он говорит, злится, ничего не ест. И у неё там целая куча зверя. Он говорит, мама, как ты догадалась, что это я тебя отправила зверей. Ну, милый, но кто ещё там мог меня отправить этих зверей? То есть, мама была, наверное, вот такая, да, что бы сказали ваши родители, если бы вы домой зоопарк привезли, да? Мама ударила только дорогой, вот чем кормить пеликана, я переживаю. Ну, секрет хорошей мамы, видимо, да, просто святой. Я считаю, что она просто потрясающая была. Так, ну всё, ребятки, сегодня мы запомничиваем. Давайте в следующий раз ещё поговорим про эту книжку, несколько ещё моментов обсудим, а там посмотрим, продолжим это или что-то ещё возьмём, хорошо? До свидания. До свидания. До свидания.